Здесь у нас устанавливается, у нас есть теннисный стол, там у нас штаб пионерский. Каждая школа задолго до начала каникул стала готовиться к лету. Детям нужно предоставить возможность провести время с пользой и интересно. В пришкольных лагерях работают кружки, ребят будут вывозить на экскурсии, планируются походы в бассейн, в парк, в кино. И все же основное время школьники будут находиться на территории учебных заведений. Инспекторы проверяют лагеря на предмет безопасности, им важно знать, где дети будут проводить тихий час, где питаться. Все у вас к лагерю готово? Все к лагерю готово. Три раза питание? Да, трех раз. Разрешение на работу летних лагерей подписывают все участники инспекторской команды. Те преподаватели, те директора лагерей, которые мы уже сегодня посетили, третья школа, как вы правильно отметили, не могут не радовать тем, что они создают для наших детей такую атмосферу, которая точно для них создаст праздник, и родители могут быть спокойны за своих детей, потому что они их доверили в надежные руки. В школе номер 9 ежегодно в июне работает пришкольный лагерь, в котором отдыхает 30 ребят, хотя желающих гораздо больше. У нас в лагере очень разнообразная досуговая деятельность. У нас много путешествий в плане того, что мы ходим в музеи, ходим постоянно в библиотеки, на экскурсии ездим. До 1 июня инспекторы должны объехать все 19 учебных заведений, в которых будут работать детские оздоровительные лагеря. Глава района планирует побывать в каждом пришкольном лагере. Я хотел бы сам лично убедиться, как идет у нас подготовка к оздоровительной кампании, что будет предлагаться нашим детишкам в течение этого периода. И вот со всеми членами комиссии мы буквально осматриваем все места пребывания наших детей. Также инспекция пройдет в оздоровительном лагере «Салют», что в поселке Володарского. На сегодняшний день это единственный лагерь такого типа в нашем районе. Татьяна Брылова, Ирина Тихановская, Евгений Петров, Елена Кошелева, Видное ТВ.